Продукты и части тела человека Все знают, что фрукты и овощи полезны для нашего организма, но оказывается, что некоторые продукты отражают части тела и обеспечивают их питательными веществами. Совпадение может быть. Хотя следующие продукты полезны для всего тела, этот список совпадений также напомнит о том, что нужно есть для решения конкретных проблем. Морковь и глаза Если разрезать морковку поперек, легко заметить, что этот овощ напоминает глаз. Оказывается, жевать морковь очень полезно для здоровья глаз. В ней много витаминов и антиоксидантов, таких как бета-каротин, который уменьшает вероятность дегенерации желтого пятна, которая является причиной потери зрения у людей пожилого возраста. Наука сейчас установила, что морковь значительно увеличивает приток крови к глазам и положительно влияет на их функции. Грецкий орех и мозг Складчатый и морщинистый грецкий орех доведет до ума другой человеческий орган – мозг. Даже очертание ореха напоминает этот орган. А деление грецкого ореха на две половинки еще и похоже на деление мозга на левое и правое полушарие. Исходство неудивительно. Грецкие орехи не зря называют пищей для мозгов. Они имеют очень высокое содержание омега-3 жирных кислот, которые помогают поддерживать функции мозга. Даже морщинки или складки на ядре ореха такие же, как на коре головного мозга. Грецкие орехи помогают развитию нейронов-передатчиков для деятельности мозга. Сельдерей и ревень и кости Длинные стебли сельдерея выглядят как кости и также полезны для них. Сельдерей – источник кремния, который является частью молекулярной структуры костей. Сельдерей и ревень и им подобные овощи выглядят в точности как кости. Они имеют особенное свойство – усиление костей. Кости на 23% состоят из натрия. И эти продукты тоже на 23% состоят из натрия. Если недостаточно натрия в рационе, тело вытянет его из костей, делая их слабыми. А эти продукты пополняют запасы полезных веществ, в которых нуждаются кости. Авокадо, баклажан, груши и матка Лампочкообразная форма авокадо напоминает матку. Авокадо также поддерживает репродуктивное здоровье. Он хороший источник фолиевой кислоты, который уменьшает риск дисплазии шейки матки, которая является предраковым состоянием. Авокадо, баклажан и груши способствуют здоровью и деятельности матки женщины и выглядят они как эти органы. Существует более 14 тысяч электролитических, химических, питательных составляющих в каждом из этих продуктов. Исследования показывают, что когда женщина съедает по одному авокадо в неделю, это уравновешивает гормоны, выводит лишний вес, уменьшает тяжесть в природах и предотвращает рак шейки матки. Интересное совпадение. Необходимо ровно 9 месяцев на то, чтобы вырастить авокадо от цветка до спелого фрукта. Грейпфрут и грудь. Сходство между круглыми цитрусовыми и грудью может быть больше, чем просто случайность. Грейпфрут содержит вещества, называемые лимоноиды, которые препятствуют развитию рака молочной железы, помогают оздоровлению груди и движению лимфы внутри нее. Помидор и сердце. Если разрезать помидор, то можно увидеть, что красный плод имеет несколько камер, которые напоминают структуру сердца. Исследования показали, что ликопин, который содержится в томатах, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. И если смешать помидоры с небольшим количеством жира, такого как оливковое масло или масло авокадо, то можно повысить количество усваиваемого организмом ликопина почти в 10 раз. Имбирь из желудок. Корень имбиря несколько напоминает пищеварительный орган. И давно известно, что имбирь помогает бороться с морской болезнью и симптомами отравления из-за едкого запаха и вкуса. Ученые издания установили, что измельченный корень имбиря подавляет тошноту и рвоту даже в тех случаях, когда они бывают сильно выраженными и требуют госпитализации. Имбирь также хорошо помогает от тошноты многим беременным женщинам. Сладкий картофель и поджелудочная железа. Продолговатый сладкий картофель очень похож на поджелудочную железу, а также способствует ее здоровому функционированию. Он содержит много бета-каротина, который является мощным антиоксидантом, защищающим все ткани организма, в том числе поджелудочной железы, от повреждений, связанных с раком или старением, а также уравновешивает гликемический индекс у диабетиков. Виноград и кровь Виноград свисает гроздьями в форме сердца. Каждая виноградина выглядит как клетка крови, и все исследования сегодня указывают, что виноград также является совершенной пищей для активизации сердца и крови. Бобы и почки Посоль обыкновенная на самом деле исцеляет и помогает поддерживать функцию почек, да и выглядит в точности как человеческие почки. Лук и клетки тела Лук выглядит как клетка тела. Сегодняшнее исследование привели к выводу, что лук помогает выводить шлаки из всех клеток тела. Он даже вызывает слезы, которые омывают слои эпителия глаз. Источник интернет. Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok